уважаемые друзья добрый день у нас сегодня с вами первая весенняя встреча она посвящена будет очень важной теме наверное сейчас такой актуальный для всех из нас и встречаемся в продолжении сегодняшнего вебинара с нашим уважаемым экспертом александром эдингером я думаю что большинство из вас его слушала и наша тема будет пересекаться в определенной степени да по запросу многих лидеров сегодняшняя тематика вебинара по косметике для дома будет посвящена безопасности дома и очищению всех поверхностей ну с учетом той обстановки в которой мы с вами сейчас находимся да как обычно пожалуйста поставьте плюсики что все окей что меня хорошо слышно и тогда мы уже перейдем непосредственно к самой теме нашей сегодняшней встречи вижу что все хорошо спасибо большое как обычно для тех кто с нами сегодня вдруг не первый раз пожалуйста все вопросы пишите вкладке вопросы она сейчас открыта и по окончанию презентации я зачитаю все вопросы и обязательно на них вам отвечу и так секреты чистого и безопасного дома с нашей косметикой для дома и начнем мы наверное да с наиболее актуальной сейчас тематики это вопрос о том как максимально создать чистую и безопасную обстановку у себя в доме и во всех местах которых мы проводим время во время периода вирусов микробов когда идут какие-то там сезонные обострения на самом деле это актуально всегда но наверное вот период обострения респираторных заболеваний это наиболее часто становятся востребованы так в ассортименте нашей продукции есть мне кажется большинством из нас давно знакомые наверное любимые в нужных ситуациях средства это антибактериальное средство артикул 111 36 средство содержит в своем составе два особых дезинфицирующих компонента наиболее из них уникальный это полимер который обладает большим сочетанием различных биоцидных свойств да то есть что значит биоцидные свойства это его широкая антимикробная активность против различного вида раздражителей это граммоотрицательные грамм положительные бактерии это вирусы и это различные виды грибов собственно говоря данный полимер очень известен в области дезинфекции он входит в огромное количество промышленных дезинфектантов одобренных потому что он обладает низкой токсичностью то есть он безопасен для человека и используется в официальных средствах используемых в том числе в государственных учреждениях таких как в больнице он входит в составы неких некоторых лекарственных средств например для капель для глаз то есть именно как компонент который предупреждает любую нежелательную биоцидную активность этот продукт реально обладает антибактериальными свойствами в рабочей концентрации и собственно говоря близок к тем продуктам которые используются в нашей медицине соответственно мы его используем да средство имеет распылитель мы рекомендуем его для обработки всех твердых поверхностей в жилых помещениях средство безопасно для человека и животных как я уже сказала что основные компоненты являются основой и других широко применяемых официально именно дезинфицирующих средств оно подходит непосредственно в том числе для обработки мест содержания животных потому что наши животные также как мы с вами бываем на улице контактируют с разными вещами и приносят все это к нам домой понятно что мы там все моем лапки и так далее но тем не менее иногда особым образом очищать эти места содержания наших домашних любимцев обязательно нужно дополнительное свойство можно использовать для нанесения на внутренние поверхности обуви для устранения неприятного запаха потому что возможно кто-то из вас уже знает а кто-то узнает сейчас на самом деле запах это только следствие да как правило в обуви на одежде и так далее это тот же самый пот это эффект от жизнедеятельности некоторых бактерий которые находятся размножаются и вот эффектом жизнедеятельности является тот самый неприятный запах который нас раздражает поэтому когда вы наносите бактериальные средства это на поверхность обуви она собственно говоря работает против находящихся там бактерий как следствие пропадет и запах да когда бактерии прекратят свою нежелательную жизнедеятельность да продукт особенно рекомендован для обработки помещений период обострения каких-то респираторных вирусных сезонных заболеваний мы обязательно обращаем ваше внимание что вы можете его использовать иногда это объективно необходимо ну в свете всех вопросов которые к нам сейчас в большом количестве поступают мы подготовили некую такую памятку где собрали те наши продукты которые в принципе могут быть полезны сейчас когда мы наверное убираемся у себя дома наверное большинство из нас и на рабочих местах сейчас чуть более внимательно к этому процессу на регулярной основе да то есть действительно когда идет какая-то вирусная или мы говорим о респираторных заболеваниях то влажная уборка это то что должно быть обязательно на регулярной основе то есть да у кого действительно хватает сил лучше это конечно делать ежедневно и не просто водой в данном случае действительно мы рекомендуем использовать специальные средства в нашем случае это средство чистота и блеск предназначены для очищения больших как раз поверхностей твердых любых моющихся которая собирает вот эту ту самую бытовую пыль и грязь которые мы зачастую приносим с улицы про само средство чуть чуть позже я тоже остановлюсь но вот для регулярной влажной уборки мы рекомендуем использовать его соответственно в период обострения респираторных инфекций после того как мы все помыли желательно те наиболее скажем так потенциально места где могут оставаться бактерии с которыми контактируем чаще всего мы рекомендуем обрабатывать уже антибактериальным средством в первую очередь речь конечно идет о дверных ручках туда куда мы вставляем замки поверхности в прихожих которые мы все притаскиваем чехлы и спинки мобильных телефонов все что можно протереть планшеты клавиатуры компьютера после того как мы убрали грязь которая оседает и сама по себе притягивает всю вот эту вот историю туда требуется антибактериальная обработка соответственно обязательным требованием знаю что александр сегодня тоже поговорил это тщательное мытье рук с горячей водой после возвращения с улицы обязательно с мылом а также регулярное как можно больше частое проветривание всех помещений в которых мы находимся особенно где находятся наши детки то есть это должно делаться несколько раз в день действительно тем более сейчас весна мы все соскучились по свежему воздуху хочется его побольше домой если мы сейчас вынуждены там кто-то из нас сидеть дома детей сейчас некоторых распускают на каникулы конечно проветривание должно быть регулярное чтобы свежий воздух был обязательно и я подготовила специально такую памятку на случай если кто-то просто из нас болеет сейчас не говорю про никаких крайних случаях речь не идет потому что все-таки но мы действительно болеем и все что касается там гриппа простуды и так далее это достаточно легко передается к сожалению да есть средства которые нам помогают этого избегать в нашем арсенале есть целый набор продуктов которые можно использовать всех случаях если не дай бог все-таки кто-то дома заболел то есть вы делаете ежедневную влажную уборку об этом уже сказала есть средства для мытья полов стен и других больших поверхностей мы используем антибактериальный компонент для мытья посуды во время когда дома кто-то работает хорошо бы использовать также в нашем ассортименте есть средства с антибактериальным эффектом для мытья посуды это такая дополнительная мера я думаю что о том что посуду человека болеющего все врачи рекомендуют хранить отдельно от общей я думаю что мы все это знаем действительно не стоит пренебрегать этим моментом но дополнительно можно еще использовать специальное средство для мытья посуду с дополнительным эффектом также очень важный момент думаю что может быть полезно многим из нас что когда кто-то из нас поболел мы сами наши близкие да нам нужно максимально избавиться вот эти от этих остаточных бактерий которые мы все оставляем как бы от себя соответственно все что касается постельного белья одежды болеющего там полотенец кухонных полотенец потому что все мы ими пользуемся да то вот именно в конкретном случае рекомендуется стирать стиральными порошками не гелем для стирки стиральными порошками лучше универсальными потому что они уже сами по себе содержат определенное количество кислородного отбеливателя в таких случаях рекомендована стирка от 60 градусов который также усиливает воздействие на нежелательные бактерии и мы рекомендуем обязательно вот такие вещи после каких-то для профилактики стирать с пятновыводителями или отбеливателями в нашем случае это может быть любой из нашего ассортимента либо сухой пятновыводитель и отбеливатель либо жидкий отбеливатель все они содержат активный кислородный пятновыватель это то самое вещество которое обладает дезинфицирующим эффектом да и оно воздействует на вот эти оставшиеся бактерии на тканях которые есть и да желательно все-таки совмещать это с более высокой температурой именно когда мы говорим про профилактику против каких-то заболеваний я надеюсь что вот эта памятка в какой-то степени нам всем сейчас тоже будет полезно и не только сейчас а вообще вот какие-то периоды когда вдруг что-то пошло не так да это не столь сложно просто когда ты чуть более правильно выбираешь продукты под нужную ситуацию ты получаешь нужный результат наверное это действительно очень неплохо еще одним интересным средством в нашем ассортименте для поверхностей является наш спрей для обработки поверхностей с натуральным маслом монарды да это достаточно не могу сказать может быть оно не для всех действительно известная но она широко произрастает она обладает целым рядом очень полезных свойств доказанных да как сам компонент наш продукт созданный на натуральном масле с высокой концентрации содержания этого активного вещества так вот сама монарда является источником антигрибковых веществ то есть наиболее выраженное свойство это воздействие на грибки различной природы то есть которые и на какие-то процессы и митотоксины которые возбуждаются вот этими грибками данного происхождения дополнительными свойствами является ее способность как имеет антисептические противовоспалительные действия за счет того что есть в масле монарды и флавоноидные вещества это вот в совокупности это получается такой вот антисептический эффект у данного растения соответственно который в определенной степени находится в продукте все-таки с акцентом на устранение каких-то грибковых микробов спор и все что с этим связано с учетом основного работающего компонента продукт предназначен для устранения пресени в принципе с любых опять-таки твердых поверхностей потому что компонент имеет природное происхождение не имеет токсических ограничений для человека ничего подобного можно очищать любые поверхности этой ванной комнаты все что касается кухни в холодильниках что не очень важно да в каких-то кухонных шкафах где мы храним хлеб и другие вещи где вот эта вот плесень она зачастую просто самих продуктов то есть там вероятность ее появления достаточно высока это связано может быть иногда с самими продуктами иногда с тем что у нас что-то немножко залежалось дольше чем хотелось бы поэтому периодическая обработка вот подобных поверхностей данным сплеем очень желательно да потому что это профилактика против вот этих грибковых спор которые туда могут попадать и как правило потом начинают достаточно активно разражаться точно также продукт работает против устранения неприятных запахов и является еще и то есть он защищает он не только устраняет но и в процессе при регулярном использовании он будет защищать поверхности от появления нового плесневого налета то есть может быть и профилактического использования да не только когда уже все случилось в идеале конечно проблему надо решать но в любом случае когда мы говорим про здоровье либо мы когда говорим про поверхности да про дом где мы живем лучше конечно действовать профилактически поэтому использовать периодически те моменты которые я бы рекомендовала это точно периодически обрабатывать холодильники какие-то вот шкафы где хранятся либо крупы либо хлеб который очень склонен к каким-то плесневым моментам но все остальное уже на ваше усмотрение наверное каждый лучше знает где у него есть какие-то а ну ванна еще конечно такой момент где тоже у нас есть проявление плесени это ванна для нее тоже очень рекомендовано продолжение да то есть мы говорили что да вот финальные вещи это является первые два средства про которые я говорила в начале начала с них как раз ну потому что был запрос сделать акцент на это но на самом деле для того чтобы обрабатывать поверхности какими-то антигрибковыми антибактериальными дезинфицирующими препаратами сначала поверхность нужно очистить потому что ну это удаление самой грязи и чтобы просто на эту поверхность не прилипали те самые бактерии и вирусы которые там мы случайно но или они все равно как-то пропали то есть поверхность должна быть чистой уже чистую поверхность чистая в смысле вымотая чем-то осознанно желательно в период обострения действительно каких-то вирусных заболеваний все-таки не просто горячей водой а специальным средством когда мы удаляем вот этот либо лишний жир если мы говорим про кухню да то есть данном случае мы говорим про средства для кухни которые прекрасно удаляет и жир и общее загрязнение таким образом мы устраняем вот эту какую-то потенциально липкую основу на которую могут припасть запасть бактерии остаться там какое-то длительное время поэтому сначала все поверхности давайте будем действительно мыть здесь прекрасное смачивание про этот продукт просто уже тем кто слушал рассказывала не буду рассказывать как он работает там система определенных поверхностно-активных веществ которые смачивают да и способствует именно вот этому легкому удалению жировых пятниц и со столешниц и с фартуков все что касается кухни средство при этом очень мягкое оно не требует использования перчаток абсолютно благоприятно для наших рук что очень важно поэтому в любой момент взяли налили на губку на салфетку кому как удобнее протерли все очень просто а прекрасно подходит для антипригарных покрытий до которые обычно более щептильные и не рекомендовано их мыть обычными средствами жесткими средствами и вообще желательно их мыть только специальными продуктами вот этот специальный продукт относится для и разрешенный одобрен для антипригарных покрытий и еще раз да обязательно считаю что на регулярной основе наши холодильники и свч нам с вами обязательно нужно мыть там всегда есть остатки каких-то пищевых продуктов что-то пролилось что-то пропало это тоже все источники скопления каких-то нежелательных микроорганизмов устраняя их мы потенциально защищаем себя и свое здоровье и здоровье наших детей и так далее потому что понятно что ну кто-то из нас очень аккуратный детки как правило просто любят залезть в холодильник что-то туда там положить вылить то есть что-то проливается это естественный процесс понятно регулярно это нужно убирать при мытье в данном случае средством и холодильников и свч вы будете одновременно устранять все неприятные пищевые запахи если они там есть я знаю что иногда это действительно проблема и многие не любят когда открываешь холодильник есть такой специфический запах средство прекрасно с ним справляется для любых поверхностей они выделены на слайде можно использовать пластик не пластик глянец плитка антипригарные стекла натуральный камень для всего то есть средство очень универсальное и очень многофункциональное главное прекрасно очищает вот эту всю кухню с легкостью когда можно поберечь и свое время сделать это легко и при этом достигнуть сразу несколько эффектов и еще один продукт вскользь о нем уже сегодня говорила это средство для моющихся любых твердых поверхностей которые мы сейчас рекомендуем использовать чуть чаще в силу того что наверное мы сейчас немножко чаще все начали мыть свои квартиры офисы действительно но нам об этом напоминают мы действительно приносим много пыли грязи к нам в квартиру этот продукт прекрасно с этим справляется что очень важно он не содержит никаких агрессивных компонентов не требует смывания опять-таки при экономию нашего времени которого всегда не хватает не надо мучиться на том что ты помыл потом нужно еще потратить время смыть потратить лишнюю воду все это конечно не очень экономично в целом продукт не требует смывания обладает особым как раз вот этим уникальным антистатическим эффектом который нам позволяет помимо того что он задерживает то есть он пролонгирует эффект очистки до поверхность большее время остается чистой потому что она задерживает вот это повторное оседание и налипание грязи которые потом тяжело отдирать на которые опять-таки садятся какие-то микробы привнесенные откуда-то то есть вот она обладает этим эффектом плюс она за счет этого эффекта способствует тому что на тряпку во время мытья будут ну как бы притягиваться даже мельчайшиеся стички пыли каких-то шерсти аллергенов я знаю что это особенно важно действительно для людей склонных к аллергии для тех кто имеет домашних животных когда дома повышенное количество вот этих вот мелких всяких ворсиночков вот этот вот продукт способствует вот этим дополнительным эффектом когда на тряпку как бы хорошо все это собирается удерживается и вплоть до мельчайших частичек можно все очистить да можно мыть домашних животных как я уже сказала безопасно можно мыть все детские комнаты даже рекомендуется это делать и самое главное еще вот этот вот момент помимо того что чуть дольше поверхности остаются чистыми нам еще и более легко мыть вот этого эффекта налипания грязи к полу там где-то к моющимся обоям у всех наверное это немножко ну разные могут быть поверхности но пол это такая ключевая история а вот помыть это все в следующий раз будет гораздо проще вот таких вот отскрёбываний оттираний чего-либо будет меньше то есть если вы пользуетесь продуктом постоянно то в общем-то мыть это действительно такой будет протирание когда вы сразу будете собирать всю грязь не нужно будет ничего оттирать действительно облегчает последующее очищение также не нужны перчатки продукты очень мягкий комфортный и тоже очень широкого применения все что можно мыть из твердого и можно мыть это и кафель и ламинат ну понятно что не надо наливать просто тонну воды ламинат сам по себе не любит больше много воды да но современные ламинаты все подлежат влажной уборке это и паркетная доска если мы не выливаем на нее литр средства это не требуется да вы мочите швабру или тряпку ну кто как уже наверное привык мыть и собственно влажной поверхностью все вот эти натуральные в том числе поверхности прекрасно подлежат очищению из них тоже все это прекрасно собирается то есть этот продукт как основа для очистки нашей квартиры прекрасно подходит искренне рекомендуем тем кто пользуется не первый год думаю знают об этом но может быть какие-то дополнительные аспекты что он действительно дает а я сегодня постаралась рассказать на самом деле все небольшая презентация как-то очень быстро то есть вот все что касается именно очищение поверхности в аспекте с чего начать как убрать базовые загрязнения да это вот наше средство чистота и блеск артикул 217 артикул 218 это удаление простое легкое но массовое со всех поверхностей в кухне когда мы говорим об очищении кухни потому что это за счет того что мы там готовим именно в этом помещении у нас как правило больше всего жира а жир удалять достаточно сложнее всего с других поверхностей поэтому особый продукт который решает эти вопросы и плюс решает вопросы неприятных запахов которые опять-таки очень типичны для кухни да и свч и холодильники все у нас находятся там поэтому этот продукт для базового очищения именно кухни и два дополнительных продукта которые становятся более актуальны да там осенью и весной но в целом должны использоваться всегда может быть просто другие периоды чуть более реже это наше средство с натуральным маслом монарды для противогриппового и такого легкого антибактериального эффекта общего и уже специализированный наш продукт наше средство антибактериальное которое опять-таки ну особо актуально все-таки при респираторно-вирусных заболеваниях но для профилактических да но актуально и какие-то моменты к сожалению наверное мы наши близкие болеем в разные периоды года вот этот продукт в эти моменты действительно может быть такой палочкой-выручалочкой а куда его можно наносить да с помощью то есть на большие поверхности его можно распылять если мы говорим про ручки телефоны клавиатуры да то она наносится на салфетку обильно да на влажную чтобы она становилась влажной и уже влажной этой салфеткой вы протираете там либо телефон ну либо те поверхности которые нельзя наводить в смысле их нельзя поливать водой в прямом смысле слова но продукт при обильном нанесении прекрасно эффективен и вы таким образом очистите все эти поверхности ну и очень надеюсь что как в текущий период так и во всех перспективе когда что-то вдруг дома кто-то заболел та памятка которую мы сделали как лучше очищать в это время наш дом нашу одежду и так далее она будет такая универсальная полезной вам и всем вашим покупателям и просто кому-то другому я причем говорю это в общем потому что в целом здесь перечислен в принципе набор средств которые необходим возможно что-то вы используете не там нашей компании но в любом случае если у вас кто-то болеет пожалуйста стирайте после этого порошком гели для стирки они немножко не для этого они действительно эффективны но для низкой температурной стирки для защиты ткани и все что касается этого да когда мы говорим про профилактику после болезни когда нам нужно убить все остаточные бактерии пожалуйста стирайте порошком лучше универсальным и очень желательно с добавлениями пятна выводители или отбеливатели эти продукты многократно вот этот усиливает бактерицидный эффект и да наверное в таких случаях мы все-таки думаем не о сохранении цвета одежды поэтому низкотемпературная стирка не очень желательно когда мы говорим про постельное белье полотенце в ванной кухонной вот именно в таких случаях то температура 60 градусов очень желательно особенно когда мы говорим про детские вещи то есть вот если хотим максимальный эффект обезопасить защитить себя и своих близких очень рекомендую ему следовать вот поэтому вот все что я хотела сказать именно с точки зрения чистый и безопасный дом как его очищать на регулярной основе я вот на этих слайдах поделилась с вами надеюсь что они будут полезны здесь как раз достаточно сжато но я думаю что эту информацию вы сможете эффективно использовать при своих каких-то продажах или просто делясь друг с другом сейчас тогда я остановлю вопросы отвечу на те вопросы которые есть потом если будут еще вдруг что-то придет в голову вам во время ответов на вопросы я еще раз открою ненадолго и можно будет их повторно написать так значит будет ли запись обучения насколько я знаю мои коллеги из продаж всегда выкладывают записи вебинаров и конечно же она будет мы делаем их для вас чтобы вы ими пользовались и в онлайн и в офлайн режиме в том формате как вам удобно да уважаемые коллеги сейчас я уже прям предвижу вопросы на данный момент и средства антибактериальные 1136 и средства с монардой 11260 на некоторых складах в дефиците я думаю что с одной стороны это ожидаемо ну ситуация достаточно быстрым образом начала развиваться не так как мы все предполагали чтобы вы понимали мы сейчас компания сейчас производит дополнительное количество обоих этих продуктов в первую очередь 111 36 со следующей недели начнутся ну то есть вот сейчас на в конце прошлой недели уехала партия во все страны наверное вот она начнет поступать в зависимости от удаленности ну вот со среды и дальше в тех странах которых не было но сейчас действительно мы видим что спрос несколько возрос на продукт мы понимаем с чем это связано мы сейчас всей командой и департамент продуктовый и наши коллеги и закупки и логисты мы делаем все и производство мы сейчас производим дополнительные партии в конце следующей недели будет следующая партия которая сразу же будет отгружаться оперативно доставлять поэтому просто ну следите за поставками поставки продуктов будут регулярные этих мы понимаем что они сейчас очень востребованы потому что и вебинар был по вашему запросу с акцентом на эту тему надеюсь что она будет полезна но конечно мы сделаем все чтобы дать вам продукты которые будут вам эффективно помогать можно ли артикулом 1136 обрабатывать руки вообще все таки этот продукт для обработки поверхностей поэтому я не могу вам официально никак подтвердить он не предназначен для нанесения на кожу человека то есть он не токсичен он используется как я уже говорила и в массовом как бы официальном употреблении для очищения поверхностей с которыми мы все контактируем человек в первую очередь но прямой рекомендации донесения на руки официально это средство бытовой химии она зарегистрирована именно так можно ли добавлять 111 36 в увлажнитель воздуха и в какой концентрации ну давайте так опять таки напрямую в данном случае продукт засертифицирован как средство для поверхностей оно не увлажнитель воздуха и все таки некий ингаляционный эффект прямой рекомендации у этого продукта нету оно работает на поверхности при нанесении то есть оно не не обладает мгновенной активностью когда вы что-то попрыскали в воздух и оно там что-то сразу же произошло нет нам не известно если такие волшебные продукты этот продукт наносится на поверхность она работает на поверхности где в течение очень сжатого срока соответственно оно прекращает жизнедеятельность вот тех самых микроорганизмов бактерий вирусов осевших и так далее которые на ней есть а про распыление воздуха уже просто еще один вопрос уже ответила если 101 если средство просроченное антибактерии можно ли его использовать ну официально конечно же да когда мы пишем особенно когда мы говорим про бытовую химию есть некие законодательные нормы тоже утверждающие ну лимиты которые допустимые использовать наши продукты и как правило абсолютно все ответственные производители пиша срок годности мы его заведомо уменьшаем да но это делается для того чтобы прямо на 200-300 процентов быть уверена что на момент окончания срока годности все его заявленные свойства будут работать поэтому в реальности данные продукты в частности бытовая химия иногда то есть это да это не фарм препараты там немножко другая идеология понятно что касается они официальной срок годности несколько занижен поэтому тут вопрос на сколько просрочен если у нас просрочен на 5 лет ну все-таки вероятно такого эффекта как нужно уже не будет но опять-таки все зависит от того как вы его хранили но если просрочка в данном случае гримпромтибактериальное средство не очень большая то определенной эффективностью продукт обладать будет расскажите пожалуйста про дэна с ультра к сожалению данный продукт не относятся к категории косметика для дома мы с коллегами из продаж передадим ваш запрос и я думаю что вам обязательно ответить про можно ли на руки и на кожу уже сказала антибактериальное средство это все таки она наносится на поверхность чтобы с нее убрать все бактерии мы могли безопасно класть руки посуду ни за что не боясь руки и кожу опять как сказал александр то что нам сейчас говорят из телевизоров пожалуйста сейчас просто чуть чаще давайте их мыть горячей водой и с мылом мыло действительно используем все таки мыло при слишком частом мытье рук у нас с вами жесткая вода зачастую поэтому сама вода будет сушить мыло сушить кожу поэтому мыло лучше конечно использовать более мягкое в ассортименте фаберлик много таких продуктов все наши кремообразные мыло они обладают такими достаточно мягким воздействием на кожу это будет хоть как-то компенсировать ту частоту мытья рук которую мы сейчас с вами наверное производим она наверное больше чем мы привыкли до этого про антибактериальных салфеток в категории косметика для дома на данный момент нету я не могу сказать о чем именно говорил александр тогда наверное коллеги из продаж возможно уточнят и ответят на этот вопрос о каких антибактериальных салфетках для лица и шеи говорил александр александр так зачем раз 111 во первых коллеги 111 36 да вы его сейчас многие из вас его покупают больше чем обычный да продукт начал заканчиваться не в соответствии с тем прогнозом обычным планов которые есть но во первых на ряде регионов он есть во вторых как я уже сказала буквально он производится сейчас в постоянной основе и отгрузки будут происходить вот они в сейчас идет наработка следующей партии отгрузки начнутся в середине следующей недели продукт сейчас начнет поступать регулярно и мы уже перестроились под возросший спрос но действительно это произошло очень сжатые сроки мы с вами имеем определенные ограничения с точки зрения что нужно быстро было довести все сырьевые компоненты нам нужно некое время чтобы логистически доставить готовый товар до всех регионов как я сказала что вот товар отгрузился в страны на прошлой неделе вот сейчас вот страны точно получают этот товар так средства для мытья посуды с углем с антибактериальным эффектом нет средства для посуды с углем не с антибактериальным эффектом средства для посуды с углем имеет эффект устранения неприятных запахов очищения губки и усиленного устранения жировых загрязнений а с антибактериальным эффектом артикул 111 92 это тоже наше средство для мытья посуды которая именно с антибактериальным эффектом к сожалению я не могу продолжить речь о Александре Эдингере я не знаю в каком противовережеском препарате он говорил но в любом случае это он является первоисточником этой информации я думаю что этот вопрос опять-таки он будет передан коллегам они постараются получить на него ответ можно лимонардой вопрос не очень поняла что именно можно лимонардой ну в общем то а а сколько это стоит если в наличстве редко ну все наши цены есть как на сайте так и в каталогах они там абсолютно объявлены плюс каждый из вас да кто является зарегистрированным консультантом имеет персональную скидку поэтому все цены вы можете посмотреть либо в каталоге либо на сайте либо в своем кабинете они соответствуют текущему каталогу но средства на самом деле учитывая то что сейчас происходит в некоторых интернет-магазинах когда нам начинают перекись водорода за 300 рублей продавать нет средства имеют стандартную цену с ними ничего не произошло и она такая и будет средства с монардой я могу сказать что в нашем ассортименте я единственно не помню если сейчас монарда в принципе компонент вот сама монарда это компонент который может использоваться и для нанесения на руки на свое время был гель специальный для нанесения на ногти с маслом монарда и так далее просто сейчас мы с вами говорим о продуктах для бытовой химии которые за сертифицированы именно подобным образом рекомендуются они для поверхностей с какой периодичностью нужно применять спрейс монарды для профилактики но все зависит от того была ли у вас какая-то серьезная проблема уже с плесенью или просто не было но вы хотите ее в принципе исключить если было то наверное первые там месяц-два все-таки хотя бы раз в три дня если проблемы не было это такая профилактическая история то я думаю раз в неделю будет вполне достаточно для устранения плесени сначала ну хотя бы раз-два дня дальше нужно смотреть на реакцию опять-таки на какой поверхности живет эта плесень плесени очень много они себя по разному все ведут с разной агрессивностью интенсивностью поэтому ну вот начните с обработки повторите там через два дня дальше нужно уже смотреть по конкретной ситуации вы будете видеть какую-то реакцию а про дэнас к сожалению не могу ответить уже сказала перед одним коллегам так монарду от сенгара можно было добавлять в питьевую воду коллеги я не могу прокомментировать насчет какую монарду от сенгара я могу сказать что продукт абсолютно по эффективности соответствует продукту который был когда-то в сенгара но я официально могу подтвердить что это сейчас продукт сертифицированный как средство для дома коллеги добрый день всем подойду к екатерине не мучайте этим вопросом потому что она вам точно будет говорить только в стандартах которые в дивизионе разработаны используйте нашими методами которые вы знаете которые вы используете не слышишь которые вы использовали потому что все это работает прекрасно как и работала с продукцией сенгары да нет эффективно все я могу вам сказать что все средства при переходе бренда сенгара в бренд фаберлик еще даже дополнительно проверялись более усиленно с учетом нашей экспертизы я могу сказать что эффективность ни одного продукта не упала иногда даже наоборот повысилась но эффективность вот тех кто как бы пользовался продуктами раньше то есть при переходе до это вот ну как бы монарда перешла к нам действительно из бренда сенгара если все остальные продукты это как бы изначально разработка лаборатории фаберлик наше собственное то средство монарды перешло из ингары при переходе естественно мои рецептуры дополнительно слегка оценивали тестировали где-то даже но что-то еще дополняли но поверьте что дополнялось это в плюс никак не в минус так ну мне кажется про монарду сейчас уже рассказали все что было можно монарду можно распылять воздух точно ничего плохого от этого не будет и вдыхать ее тоже можно активно и все что с этим связано основное действие монарды это все-таки противогрибковая активность у нее есть дополнительная антисептическая активность и на другие так сказать микроорганизмы но все-таки основное средство этого вещества природного доказано который делается акцент во всех доказанных скажем так научных учреждениях это в первую очередь то есть наиболее выражено это противогрибковый эффект а по поводу пищевой добавки к сожалению тоже ничего не могу сказать я обязательно передам коллегам из дивизиона велнос вопрос по добавке я думаю что они тоже как бы на ближайшем вебинаре смогут вам ответить значит у меня вопросы сейчас есть давайте я сейчас еще буквально на 3 минуты открою вкладку если вдруг сейчас в продолжении вопросы остались пожалуйста напишите и я на них тоже постараюсь сейчас быстро доответить да можно писать давайте я еще две минутки подожду если сейчас вдруг кто-то что-то хочет дописать то можно это сделать и и и Продолжение следует... Так, ну давайте буквально вот еще одну минутку, я тогда закрою вопросы и уже финально отвечу на все, что мы хотим обсудить сегодня. Так, сейчас как раз найду тогда, где я закончила. Так, все, я тогда закрываю вопросы, отвечу на все, что осталось, и надеюсь, что на сегодня у всех возможностей, кто хотел задать вопрос, такая была. Спасибо вам большое за активность. Так, скажите, планируется ли перезапуск средств с пребиотиками для тела, рук, ног? Так, так, сейчас, я же вроде закрыла. Да? Так, коллеги, еще раз, я на данный момент занимаюсь направлением именно все-таки косметика для дома, поэтому не могу сейчас ответить на вопрос про средства для тела, рук, ног, проденос и еще другие категории, но обязательно мои коллеги из продаж, которые всегда помогают нам на вебинарах, передадут эти вопросы моим коллегам, которые отвечают за данные направления, и обязательно они будут проработаны. Какие антимикробные дезинфицирующие средства входят в эти бактериальные А1136? Туда входит катионный ПАВК, так называемое четвертичное аммоневое соединение, которое является дезинфектантом, и второй, даже можно сказать, основной, это вот этот уникальный катионный полимер с очень сложным названием, как бы, я сейчас его вам не воспроизведу, как бы, если это очень важно, Жанна, пожалуйста, напишите моим коллегам в продаже, они вам перешлют ваше письмо мне, я вам отвечу, напишу химический состав этого компонента, это не секрет, потому что это действительно продукт засертифицированный, работающий, отвечу просто, чтобы сейчас не перевирать это страшное слово, мы обычно просто убираем такие слова из презентации, потому что воспроизвести их достаточно сложно, неподготовленному человеку, это чисто химические названия, это катионный полимер, одно это катионный ПАВК, который является четвертично-аммоневым соединением, четвертичное аммоневое соединение является веществами, обладающими дезинфицирующим эффектом, а здесь у нас даже не один работающий компонент, а два, которые парят друг друга еще синергетически себя вот по этому биоцидному, по биоцидной работе усиливают. Средство 11217 смывать не нужно, как раз это тоже есть в презентации, оно не требует смывания. Коллеги, про гели с пребиотиками для рук, к сожалению, сейчас подсказать не смогу, про то, что говорил Александр во время вебинара, мои коллеги из продаж опять-таки его стараются уточнить, я не могу сказать, я знаю общую канву его выступления, но не могу сказать, что именно он имел в виду. 111-36, нет такой прямой рекомендации распылять его на кожу, ну потому что этот продукт для поверхности. Планируется ли производить продукты для обработки рук? Ну, насколько я знаю, да, мы сейчас активно работаем над этим направлением, и наши технологи уже ведутся активные разработки по обработке рук. Я думаю, что как только это будет сделано, мои коллеги это анонсируют, потому что понятно, что сейчас это очень востребовано. Какое средство для мытья посуды с антибактериальным компонентом? Средство 111-92, средство для мытья посуды с эвкалиптовым ароматом, с антибактериальным эффектом. 111-92, в моей презентации вот на слайде с памяткой, что сделать, если вдруг дома кто-то болеет, про этот продукт написано. Какие-либо антибактериальные, ну, антивирусные салфетки, салфетки, это такое очень спорное утверждение, наверное, все-таки, да, есть такой общий термин, антибактериальные салфетки, но за сертифицированным с подобным клеймом у нас, насколько мне известно, на данный момент продукта нет, при этом наши средства, универсальные салфетки для поверхностей, они имеют в своем составе антибактериальный компонент, работающий, но они опять-таки предназначены для очищения поверхности, да, наши средства для поверхности, влажные салфетки, в целом можно сейчас использовать для очищения, там сейчас убрано, раньше действительно, там дальше выдела вопрос просто, те, кто давно дружат с нашей косметикой для дома, наверное, помнят старый продукт 111-27, если я не помню, если я не ошибаюсь, был артикул, универсальные салфетки с антибактериальным компонентом, потом просто поменялось законодательство, она очень сильно ужесточилась, и мы официально не можем без особой сертификации, она достаточно непростая, и делать ее на один продукт достаточно непросто, то есть если на антибактериальное средство, то есть там это концентрированный эффект, то здесь есть действительно работающий антибактериальный компонент, но эта информация сейчас не вынесена, потому что законодательно мы не можем этого делать, антибактериальный компонент в салфетках для универсальной, для очищения поверхности есть, да, на данный момент одно антибактериальное средство для мытья посуды, 111-92, презентацию, насколько я знаю, прикрепляются к вебинару, и вы ее можете скачать и использовать с удовольствием в любом удобном вам формате, да, вот как раз про салфетки 111-550, я сейчас только что уже рассказала, в составе салфеток есть антибактериальный компонент, ответила вот уже вопросы Ирина Черниенко, пишет как раз про то, что да, раньше эта история про антибактериальную добавку была вынесена в связи с изменением законодательства, несколько лет назад мы были вынуждены убрать эту информацию, а продукт не поменялся по формуле, антибактериальный компонент там остался, понятно, что это все-таки не дезинфицирующего средства, мы не можем их позиционировать, как дезинфицирующие салфетки, это не будет правдой, но определенный антибактериальный эффект они имеют, ну то есть вот компонент, который работает против микробов там есть, но это все-таки не дезинфицирующие салфетки, да, вот вижу замечание, что по антибактериальному средству есть вопрос, что не очень удобный перминилизатор, мы подумаем над вашим замечанием, потому что все-таки назначение у этих продуктов разное, монарда все-таки действительно больше предназначена в том числе, что ей можно распылять это все вверх по воздуху, и там специальный длизатор, чтобы было хорошее распыление на большую как бы объем, в том числе и в воздухе, да, когда мы говорим про ванну, про стены, то спрей 111-36, он все-таки предназначен для нанесения на поверхности, где важна концентрация этого нанесения, именно поэтому там сейчас такой спрей, но мы обратим внимание на ваше замечание, спасибо, подумаем над ним, вот, коллеги, ну, на сегодня на все вопросы, которые вы успели написать, мы ответили, и я надеюсь, что все успели их задать, спасибо большое, мне было приятно, как обычно, встретиться, очень надеюсь, что что-то полезное мы тоже вам сегодня рассказали, пишите свои вопросы на будущее, коллеги нам их передают, мы обязательно их будем учитывать на следующих вебинарах, чтобы рассказывать вам и про то, что мы считаем важным, но и, конечно, про то, что вы сами считаете важным, и хотите от нас узнать и услышать. Всем тогда быть здоровыми, в первую очередь, хорошим настроением, пусть у вас будет прекрасная весна, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok